Питомниковый собачий кашель ещё называют инфекционным трахеобронхитом, собачьим гриппом или аденовирозом. Это инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Заразиться можно воздушно-капельным путём. Питомниковый кашель поражает организм животных вне зависимости от их породы, возраста, пола и характера питания. Симптомы болезни следующие. Сначала собака может подчихивать и подкашливать. Потом начинается мокрый кашель с отхаркиванием. Последствия заболевания могут быть серьёзными. Осложняется это всё развитием пневмонии. Односторонний или двухсторонний, если это не лечить и запускать. Кошки могут болеть, у них совсем другое заболевание. Они тоже, если возбудить или подцитровать, то в принципе кошки тоже могут болеть, но крайне-крайне редко, если только возбудитель является абордотелиоз. Домашняя собака может подхватить заболевание через контакт с другими животными на площадках выгула. Поэтому в период эпидемии минимизируйте общение вашего питомца с собаками и следите за тем, что он нюхает и берёт в рот на улице. Если собака уже заболела, сократите время и частоту прогулок, чтобы не заражать других животных. Лечить самостоятельно сразу собаку не нужно. Если вы заметили, что у вас собака подкашливает, просто ограничили ей прогулки, увлажнили её. Если она, допустим, немного подкашливает, можно детским сиропом откашлить, на травах, естественно, тёплое обильное питьё и больше ничего. Ну и покой. Если у собаки наблюдается изнуряющий кашель на протяжении нескольких дней, рвотные позывы и отхаркивание, то нужно обратиться ко врачу, делать рентген и антибиотикотерапию. С выставки собаки могут привезти, где большое скопление животных находилось. С приютов могли, то есть где-то. Бездомные животные особенно, которые носилки у нас бегают, тоже у них там сейчас эпидемия, все они кашляют. Ну а другие очень быстро заражаются, имея обычный просто контакт механический с теми окружающими предметами, которые были поражены слизистыми заражённой собаки. Сейчас вакцины от питомникова кашля нет. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и вовремя лечите своего четвероногого друга. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.